Начинаем наш очередной видеоурок под названием «Леонардовские игры». Начнем его с нашего известного альбома, который позволяет представлять фантастических животных. Вот смотрите, что может получиться из рыбы, если ей вместо ее хвостика приделать вот такие вот собачьи ножки. А если мы еще поменяем среднюю часть на тельце какого-то насекомого, у нас получится рыба-насекомо-собака. Вот так мы развиваем свое воображение, будем свою фантазию. Итак, наш урок следующий называется «Планетарные часы». Елена. Давайте попробуем тарелочку взять, обкрутить эти часы, себе сделать. Вот обычную тарелочку, вот так, возьмите, обкрутите ручечкой такой циферблат и представим, что это наш земной шар. Обычно мы знаем, что часы находятся внутри, там 12 часов, час, два, три, да. А здесь мы сделаем цифры, как будто они стоят на земном шаре. Давайте сначала обозначим эти направления. Просто я взяла вот такую линейку. Мы обозначим направление. Давайте сначала напишем 12 часов, да. Но мы поставим эту цифру на постамент. Вот смотрите, давайте единичку на постамент. Очень хочется на постаменте, чтобы были эти циферки. И двоечку на постамент. Вот 12, да. Вот они, да. А давайте представим, что вот здесь середина земли нашей. Вот это все наша планета. А вот эти часы, они обозначают, допустим, каждые 12 лет нашей жизни. Так. Ну, теперь нам нужна здесь час, два. И мы сейчас их обозначим. Сейчас, секундочку. Я вот это делю на два, на три, да, части. Мы их всех сейчас поделим на 12, да. Вот так. И вот так. И потом мы с вами вот кого, да, берем линеечку. И через центр круга соединяем. Да. Через центр циферблата. Ну, примерно, да, примерно. Примерно. Вы можете линеечкой пользоваться. А так как у нас с Вовочкой нет линейки, здесь мы... У нас есть книжечка про их импрессионист. Да, открыточкой пользуемся. И что? Теперь нам нужен час дня, да. Пишем. Ну, 13 не будем писать. А пишем час и опять на постаменте. Ну, давайте мы крутанем. Крутанем, чтобы все-таки этот постамент стоял на плоскости земли. Да, как будто бы эта единичка... Это вы, когда стоите, допустим, возле моря. Да, допустим. Вот единичка. Теперь двоечку еще крутим. Давайте еще крутим. Давайте сначала двоечку. Да, сначала постамент для двоечки. Двоечку. Потом стилизуйте двойку. Не надо ее прям сильно там вырисовывать. Вот так цельненько, да. Теперь троечку. Опять сначала постамент для троечки, да. Да, троечку. Так хлоп сюда. Хлоп сюда. Учитесь стилизовать. Вот видите, вот это тоже как у нее, как постамент, да. По высоте. Смотрите, чтобы примерно они были, как 12, да. Примерно. Все примерно делаем. Теперь четверочку давайте. Раз, раз, раз. Постамент для четверочки. Это такой прямоугольничек. Вот он. И вот так, да. Даже, да. Вот четверочка. Так, дальше мотаем, да. Пять. Five o'clock. Когда пьем, пьем чаечек, да. Когда англичане пьют чай, они говорят five o'clock. Потому что они пьют его, когда? В пять часов. В пять часов вечера. А у нас так называется полдник, да. Когда мы пьем, допустим, компотик или кисель. Шесть. Видите, мы крутим вот так по кругу, потому что мы, каждый кусочек нашей планеты, да. Мы осознаем все время. А солнце, которое идет по планете, оно нам показывает, что оно то заходит, то выходит. И вот давайте шестерочку. Как же нам у шестерочки сделать основание? Ну, просто мы ее делаем очень уютную. Шесть, да. Ой, я правильно шесть делаю? Да. Можешь отверстие посознать. Это, по-моему, девять я сделала, да. А не шесть. Смотря как ты смотришь. Шесть. Извините, я сделала девять. Сейчас. Почему девять? Потому что шестерка вот так пишется. Извините меня, мои хорошие, я сделала девять. Поэтому мы сейчас вот так с вами сделаем. И эту шесть... Ой. Запуталась. Запуталась. Да, это девятка. Извиняйте. Давайте исправлять. Давайте научимся исправлять. Сейчас исправлю. Напишем, если мы запутались, напишем рядышком, вот как шестерка просто пишется. Давайте, вот шестерка пишется вот так, да. И мы сейчас ее закрасим в черный цвет, чтобы она у нас... Это просто мы сегодня целый день с Вовочкой рисовали, и мы немного устали, и забыли, как пишется шестерка. Планетарная. Не просто шестерка. Планетарная. И будет черненькая у нас, представляете? Все будут беленькие, она будет черненькая, потому что она... Кто такой шестерка? Давайте подумаем. Это предатель, да? Шестерка. Который предает своих товарищей. Так, ну мы же с вами не шестерки, правильно? И в какую же сторону эта шестерка, я не совсем понимаю. Ой, я опять запуталась. Букву Е нарисовала. Короче, мои хорошие. Эту шестерку, из-за того, что она предательница, я ее, видите, в черный такой кокон завернула. Я предлагаю ее зачеркнуть. Да, мы ее, знаете что, нейтрализовали. И нарисовать правильно внизу, например. Ну, хорошо. Ну, ладно, вот так. О. О, так вот она. Вот она. Извиняйте. Так, пошли дальше. Я по-украински извинилась. Пошли дальше. А вот семерка простая. Смотрите, она так. Из постаментиков. Единственное, да, Вовочка правильно подсказал. Вот постаментик для семерочки. Седьмое число очень хорошее. А восьмое еще лучше. Но у восьмерки постаментик не получится. Разве как не валяшка. Знаете, как такая, которая катается так. Тюк-тюк-тюк-тюк. И девятку, главное, не переподать. Девятка, Вовочка. Убери, я не вижу. Девятку делаем такую, как колбаску. Вот она. Так, теперь десятка и одиннадцатка. Давайте десятку мы спокойненько с вами делаем. Мы уже единички научились делать на постаменте. Чуть-чуть меньше размером. Почему? Потому что здесь две цифры. Поэтому чуть-чуть меньше размером делаем. И близко такой ноль. И теперь одиннадцатка. Давайте. Так, постаментик, чтобы стояла единичка. Хоп, носик. И давайте второй носик. Постаментик. Вы видите, я сильно не стремлюсь, прям, чтобы ровненько было. Главное, чтобы у меня была послушная рука. И посмотрите, наша шестерка вот эта темная. Надо же из нее что-нибудь сделать, чтобы она не была такой, знаете, дьявольской, такой, как вам сказать, дырой. Давайте из нее сделаем красивого, красивого такого паучка, который приносит нам много добра, много денюшек, много друзей. И вот ножки. Мы же все любим паучков, да, которые плетут паутины. Паучок, говорят, что это к встрече. С кем-то встретишься. И мы же паучков не убиваем, а даже даем им имена, допустим, Иннокентий. Или как еще, Вовочка, мы можем паучков называть? Пафнутий. Пафнутий, да, там какой-то. Фунтик. Фунт стерлинговый, да. А еще я предлагаю возле шестерки и девятки поставить точки внизу. Так мы показываем, чем они отличаются, шестерка и девятка. Перед девяткой мы ставим точку. Внизу утяжелитель. Не утяжелитель, а вот здесь раз точечку, а здесь вот с этой стороны точечку. И тогда человек, который смотрит, он поймет, кто из них шестерка, а кто девятка. Да, это будет хвостик заодно у нашего тараканчика. Не, у нашего любимого кого? Паучка. Да, а я имел в виду, что точечка ставится вот здесь. Вот здесь точечка. И тогда с той стороны, когда мы смотрим, мы понимаем, что это шестерка. А у девятки, после девятки мы ставим точечку. И тогда будет понятно, что это девятка. И мы вот где любим находиться, в центре земного шара. Отсюда идет вся нам энергия для того, чтобы здесь росли деревья. Да, какие-то рыбы плавали вот в озере или в реке. Так, вот рыбка плывет. Какие-то птицы летали и своим деткам приносили еду. Так, что еще? Какие-то дети бегали. Вон они бегают и играют в мяч. Так, потом кого мы еще можем нарисовать? Леброна. Ну, баскетболисты, чтобы хотели забивать мячи четко трехочковые в корзины. Да? Вот мяч забивается в корзину баскетболистам. Так, приносили удачи. Чтобы олимпийские игры постоянно были. Давайте олимпийские кольца нарисуем. Чтобы люди соревновались быстрее, выше, дальше. Чтобы солнце светило все время и ничего с неба не падало. Чтобы были хорошие или месяц уходящий, вот этот, или месяц пребывающий. Хотя вот этот пребывающий, который похож на букву Р. А этот уходящий похож на перевернутую букву Р. И так далее. Чтобы рождались многие разные виды животных. И чтобы люди все были добрые на земле. Вот наши планетарные часы. Нарисуйте нам такие же и пришлите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова